Вот только недавно в мессенджерах гуляло видео, что якобы волки бродят по улицам Марсултана. Ну вот жители села Кимингер в Павлодарской области встретились со зверем лицом к лицу. В минувшие выходные хищник совершил очередное нападение на домашний скот. До этого волк-одиночка зашел прямо во дворы жилых домов в поселке Грес, города Аксун. Егерям ничего не оставалось делать, как пристрелить зверя на месте. С чем связана такая активизация диких животных, что говорят специалисты, и почему населению не нужно бояться волков, при портаже Салавата Тимирбулатова. Это все, что осталось после ночного налета серого хищника на тару овец крестьянского хозяйства в Кимингере. Это совсем рядом с Павлодаром. На место сразу выехала специальная комиссия. Эксперты из территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, а также ветеринары, осмотрели туши характерно несенных им ран и сравнили найденные следы. Сегодня они со стопроцентной уверенностью говорят, что здесь поработал дикий зверь, но никак не бродячие собаки, как предполагали некоторые. Ну, осмотрели загон, где порваны овцы, сразу как бы бросилось в глаза, что, ну, волчьи повадки, вырвана глотка, животное практически все целое. По следам посмотрели, да, шаг где-то 45-50 сантиметров, и цепочка ровная идет. То есть это волк. Собаки так не ходят. И как убиты овцы, им тоже это в общей повадке. Это уже второй подобный случай нападения хищников на домашний скот в регионе. Что вызвало такое поведение хищника и почему он стал заходить в населенные пункты, специалисты объясняют просто. В сильный шторм они потеряли ориентир и не могут самостоятельно добыть пищу. Снежный покров, вы видите, показывает, значит, по пояс почти, по коленам. А ноги-то у них 40-50 сантиметров максимум. И чтобы двигаться, им надо выпрыгивать. А чтобы поймать пищу такую, как, допустим, косолю, надо гнаться за ним. Или лося. Это очень сложно. Первый случай, когда волк приблизился к людям и зашел прямо в жилой сектор поселка Грес, города Ахсу, зафиксировали еще две недели назад. Зверь не проявлял никакой агрессии, тем не менее, егерям пришлось пристрелить его. Затем случай повторился в Щербактинском районе. Там зверь убил семь овец. Позже волка заметили в пригородном поселке Ленинский. Из-за малой популяции, а всего в Павлодарском прииртышье, насчитывается чуть больше 200 волков, беспричинно убивать их запрещено. Но в этот раз, после нападения на домашний скот, инспекция по охране животного мира все-таки выдала три разрешения на их отстрел. Мы, Павлодарская областная инспекция, защищает волков от людей, но не наоборот. У меня полномочий никаких нет там находиться. И я даже не имею права стрелять его в населенном пункте. Потому что в населенном пункте либо отлавливают, либо усыпляют. Хаски, лайки, овчарки. В этом центре активного отдыха разводят разные породы ездовых собак. Игорь Байрамов, который знает повадки каждого своего питомца, считает, что людям не стоит бояться волков. Ведь он никогда сам первым не нападет на людей. А в том, что происходит, зверь не виноват. Он охотится не от того, что ему делать нечего, а от своей потребности. Значит, где-то в степи может недостаток какой-то корма, скорее всего, из-за метеоэтих погодных условий и всего остального. Ну, это жизненные факторы. Может один волк зайти. Ну, бояться, я думаю, их не надо, потому что они тоже нас боятся. Это в первую очередь. Ну, вот видите, что у нас здесь есть. Ну что, дружище? Дикие животные нередко заходят в городскую черту Ахсу и Павлодара. Но чаще всего это безобидные для человека косули, лисы и бобры. Салават и Мирбулатулы, Марат Игликов, Самат Аспанов и Алексей Амельницкий. Итоги дня. Павлодарская область.